Добрый день! Вы на канале Дмитрий. Хочу вам показать два очень простых, практически детских фокуса для детей дошкольного и школьного младшего класса в возрасте. Первый это вот с такой веревочкой, веревка совершенно обычная, без всяких секретов. Вот, берется эта веревка, делается вот такая петелька, затем конец веревки я вот так вот резко раз и просовываю петлю. Ну, собственно, этот фокус очень давнишний, наверное, многие его знают, но, может быть, забыли. Ну и сразу расскажу, как этот фокус делается. Повторяю, очень простой. Веревка совершенно обычная, повторяю. Берется не посередине этого веревочка, а вот примерно так. Длинный конец вы берете в руку, вокруг пальца и делаете вот такую петлю. Незаметно потом меняете, берете не этот конец, а другой. Палец вот этот конец должен будет находиться примерно вот так. Надо его соединять с указательным пальцем. После того, как вы сделаете несколько вот таких пасов, вы просто проносите, понятное дело, конец веревки мимо, и фокус готов. Еще раз делаем петлю, меняем, незаметно. Это делается шип, еще просто. Мы делаем петлю, а потом просто берете другой конец. И полносите мимо. Петля затягивается. Вот такой простой фокус. Попробуйте. вот еще один фокус. фокус с кубиком. Кубик абсолютно простой. Попробуйте. Никаких здесь ни кнопок, никаких секретов тоже нет. взял из какой-то игры и сейчас я его покажу. Значит, ну положим, я вам показываю верхнюю грань и спрашиваю, сколько здесь, какая цифра. Ну вы говорите 5. Я говорю, а с той стороны сколько? Ну вы говорите 4, а с этой стороны 5, а с той стороны 4, а с той стороны 5, а с этой стороны, ну вы говорите 4 конечно. Я аккуратненько переворачиваю, и там оказывается другая цифра. Очень простой фокус, делать его может любой, каждый, через 5 минут после обучения очень небольшого. И так показываю фокус, как вы делаете. Ну положим, другую возьмем, тройка. И так тройка. С этой стороны 3, с той стороны у нас 1. Отлично. С той стороны у нас 3, а с этой стороны 1. Что я делаю? Я переворачиваю кубик, выкатаю его вдоль пальца, показательно большим пальцем, и показываю вам цифра. Потом снова я показываю вам тройку, и говорю, а сколько там? Опять переворачиваю, и вы видите цифру 1. Вот такой простой фокус. Потом снова показываю вам тройку, то, что я сколько там. И в этот раз я не переворачиваю, конечно же. И там другая цифра. Вот такой простой фокус. Единственное, что брать кубик нужно не вот так, потому что так неудобно его переворачивать, а чуть-чуть под углом по отношению к пальцу. Тогда он будет хорошо кататься по вашему пальцу. Единственное, хочу еще рассказать про закон или правила, по которому все кубики, правильные кубики делаются. Дело в том, что сумма цифр противоположных граней у правильных кубиков должна быть 7. 5, там должна быть цифра 2. 6, там должна быть цифра 1. Ну и понятное дело 4, 3. Поэтому, зная это правило, вам этот фокус показывать бесполезно, потому что вы его сразу разгадаете. Ну а теперь вы все это знаете сами. Удачи и всего хорошего. Всем доброго здоровья. Пока.